Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Университета рабочих корреспондентов Фонда рабочей академии. В соответствии с нашим планом у нас должна была выступать Римма Садидовна Шерифулина в прошлый раз, но мы поменяли программу. В прошлый раз выступал Горяй Дегтярев, который планировался на сегодня. Соответственно, Римма Садидовна выступает сегодня. Римма Садидовна является главным специалистом фронта, объединенного Фонда рабочей академии по защите работников. Я правильно понимаю? И она же имеет колоссальный опыт руководства крупным, серьезным объединением, которое называлось Петербургская эгита. Поэтому у нее этот опыт такой, что она может им делиться, может с помощью него анализировать проблемы. И тему своего сегодняшнего доклада она разовьет. Тема доклада такая – коллективные договора и коллективные действия в новых условиях. Правильно, Римма Садидовна? Да. Пожалуйста, Римма Садидовна. Значит, 35-40 минут, потом у нас будут ответы на вопросы. За Богу не смогу. Римма Садидовна. Потом будут выступления, потом у вас будет заключительное слово. Хорошо, замечательно. Меньше можно? У нас полностью свободно все. Свобода слова, свобода молчания. Это музыка сопровождается. Спасибо. Тут наконец-то веселый доклад. Они, видимо, поняли, что я тут. Я тоже хочу поприветствовать всех, кто пришел сегодня после работы послушать и поговорить на заданную тему. Надо сказать, как-то у вас светлее стало в последний раз. А, в другое помещение. В другое помещение. В другое помещение. В другое помещение, да? А, ну, замечательно. Как-то здесь намного уведомее стало. В общем-то, тема довольно злободневная и интересная. И я бы хотела начать, вернее, сказать, вот с наступления в таком, о нескольких вещах, несколько тезисов. Вначале вообще в целом о роли коллективных договоров вообще в системе трудовых отношений. Второе, поговорить немножко о том, каким образом профсоюзы и работники вообще использовали этот инструмент. И третий тезис, наверное, это то, как сейчас ситуация обстоит в связи с тем, что экономическая у нас ситуация довольно существенно меняется. И перед тем, как начать, я бы хотела спросить уважаемые публики, чтобы быть в курсе вашей ситуации немного. У кого на предприятии, из ваших предприятий, есть коллективные договоры? Немите руки, пожалуйста. Так. Раз, два, три, четыре. Пять. Ага, пять, да? Пять человек. То есть это где-то получается половина или остальные просто не работают или фрилансеры? А есть ли коллективные договоры? У вас есть коллективные договоры? Есть. Там университет. Да. Ух ты, замечательно. Так, а у кого нет коллективного договора, тоже поднимите руки. Слобаки. Раз, два, три. Меньше. Ну, неплохо для... А у вас нет в связи с чем? В связи с тем, что вы не работаете или вы, так сказать, не в трудовых коллективах или... Нет в том предприятии. На вашем предприятии нет коллективного договора? Да, ясно. А на вашем? Нет. Я не знаю. Ну, предприятие есть? Есть. Замечательно. А вот у вас, там в конце вы подняли руки. Я вас не поняла, а это, ну, это литература коллективная. А, нет. Тогда, значит, у вас все-таки нет коллективного договора на предприятии? А вот еще вот там дама сидит. Вы не работаете, да? Работаем. Нет, я имею в виду, вот как в конце дама подняла руку, вы просто не работаете. Понятно. Ну, выборка тут такая маленькая, сложно сказать, но все-таки приятно, что хоть где-то этот коллективный договор присутствует. Ну, и у меня, конечно, еще один вопрос. Применяли ли вы когда-нибудь в своей жизни, в рабочей, скажем так, использовали ли вы коллективный договор для того, чтобы улучшить положение свое на рабочем месте? Или вы считаете, что благодаря этому коллективному договору у вас неплохо все обстоит? Есть такие примеры? Личная или коллективная? Личная ваша жизнь каким-то образом? Так она связана с коллективной. Ну, понятно, но... Борьба была коллективная. Хорошо, но вот ваша личная работа... А жизнь улучшилась личная. Улучшилась личная, да. То есть коллективная... Я хочу сейчас выяснить, для того, чтобы поговорить о роли коллективного договора, да, я хотела, так сказать, для затравки сделать этот вопрос. Насколько люди, сами работники, да, мотивированы для того, чтобы бороться за коллективный договор. Как это отражается на его рабочих условиях? А у кого-то отражается... Среди коллективных действий. У вас отражается. То есть, если бы не было коллективного договора, у вас ситуация была бы как? Есть основания продать. Мы таких экспериментов не ставили. Это у нас университет, правильно? Нет. А что это? Это ООНИТРАНСМАШ. Ого, частный средний бизнес, да? Средний бизнес. Ну, частный бизнес имени Путин. А, понятно. Феликсия Эдмонговича Дзержинского. Крупный бизнес. Ну, можно сказать. Сударственное, это крупный. Сударственное. Ну, вот, для того, чтобы как бы иллюстрировать, наверное, то, что я хочу сказать, что некоторые люди вообще не понимают, что такое коллективный договор. Никогда не слышали о профсоюзах. Есть у нас такие работники и таких много. Граждане, я бы сказал. Пусть поднимут руки, да? Ну, здесь, я думаю, таких нет, если вы пришли. Вот. И совершенно не понимают, что это такое. Ну, например, я недавно общалась со своей подругой. Она работает психологом на институте повышения квалификации. Государственный вуз. И ее, очень сократили ее ставку незаконно и пытались ее уволить. И вот она только вот в этой острой ситуации для себя вдруг выяснила где-то в столовой, что, оказывается, есть коллективный договор у нее. Вот. И она побежала его смотреть. И даже то, что она просто попросила коллективный договор, сильно набугало отдел кадров. Это было очень смешно. Она взяла коллективный договор. И, оказывается, в нем, собственно говоря, для нее существовал защитный механизм от увольнения. И ей даже не пришлось бороться. Она просто его попросила, и ее оставили на рабочем месте, скажем так. Это вот просто один из примеров все-таки, что коллективный договор как-то немножко меняет нашу жизнь. Есть те люди, которые не согласны с этим? Тут нынки слезают. Я не могу сказать. Извините. Понятно, что нет. Все хорошо. Все хорошо. Ну а какое основное, что вас волнует в основном в этом вопросе? То есть как его заключить? Или что сейчас, какая сейчас ситуация с коллективными договорами в стране? Конкретно, что вас волнует? Потому что тема огромная. Я бы хотела все-таки сконцентрироваться на тех вопросах, которые интересуют тех, кто пришел сегодня. Придется вам мыслям освоить. Когда будет цивилизм? Пожалуйста, вопрос. Считается, что если рабочие освоят механизм коллективных договоров, они будут более приготовлены к политической борьбе. Судя по вашему приведенной ситуации с психологом, это никак не связано. Действительно ли есть такая связь? Можно ли на нее надеяться? На ее возникновение? В течение какого времени? Интересный вопрос. Ну, наверное, это не совсем ко мне, поскольку я не политик. Я в основном занимаюсь защитой трудовых прав на предприятии. А что такое политика? Это вопрос. Вот недавно закон, кстати, вышел о том, о разъяснении, что такое политическое деяние. Слышали? Я думаю, ты где это? Ну, это немножко не имеет отношение к теме данного мероприятия. Я думаю, что мы вопросов все-таки давайте мы делаем отдельно, когда Рима Гадетна закончит. Это у нее вводные вопросы для начала разговора. Да, ну просто не хотелось бы говорить то, что вам не интересно. Хотелось бы все-таки ближе к теме. Это чисто экономически. Да, пожалуйста. Да. Станьте. Да уж, встаньте, пожалуйста. Мне вот хотелось бы узнать ответ к такой злободневный вопрос. Сегодня мы находимся в нашем экономическом положении в стране, скажем так, искусственно созданном, мелком буржуазный период. То есть от кем-то в своем развитии экономическом, все согласны с нами. Сегодня большинство предприятий разгроблено на мелкие частички, крупные когда-то. И для того, чтобы вообще заниматься в составлении коллективного добра, должен быть коллектив. Я знаю, что большинство предприятий – это коллективы очень маленькие. Как в таких маленьких условиях, таких, как говорится, коллективов, в которых люди разгроблены, искусственные, особенно в маленьких, но на града держатся свою работу даже за эту нищенство, что было нам верено, рабское. И на них навальный рабский труд и боятся последнюю потерять. Потому что одеваться некоторые труды огромные, давление космословное. То есть приезжие из других регионов, других стран. И как вот в таких условиях, когда есть еще какие-то предприятия, которые еще работают, которые действительно платят сход – это какая-то зарплата. И вообще можно говорить о борьбе за коллективный договор. – Ну вот. Очень хороший вопрос. И, в общем-то, спасибо вам, что я смогу как раз от него оттолкнуться. Как раз я об этом и хотела поговорить. Да. Дело в том, что для того, чтобы действительно бороться за коллективный договор, необходимо, конечно, такое серьезное осознание его роли. Потому что если мы не понимаем роль коллективных договоров и думаем, что у нас есть законодательство этого достаточно трудовое, то вряд ли у нас возникнет сильное желание потратить энергию, ресурсы, может быть, силы свои для того, чтобы организовать какие-то коллективные действия, например. Которые требуют очень-очень большого сейчас мужества, смелости и довольно рискованной в нашей ситуации. То, о чем вы говорили. Важность коллективных договоров, я вот как раз об этом хотела сказать, она, конечно, колоссальная. Почему? Потому что, например, если мы возьмем некоторые страны развитого капитализма, например, Швецию, там, например, законодательство трудовое, ну, практически отсутствует как таковой. Например, МРОД, вот часовая, ну, минимальная зарплата, у них нет вообще. И они считают, что все, их закон – это коллективные договоры и коллективные соглашения. Они считают, что как раз законодательство может снизить стандарты, которые они могли бы добиться с помощью коллективных договоров. И вот, например, по-моему, даже, значит, некоторые считают, что коллективный договор важнее, чем законодательство трудовое. Почему? Потому что, фактически, работники зачастую, в большинстве своем, к сожалению, влиять на законодательство, особенно в условиях России, ну, сложно нам влиять на законодательство. Вы знаете, что за последние, там, 15 лет законодательство ухудшается. Вот с момента, по-моему, последней успешной борьбы, в том числе Михаил Васильевич в этом участвовал, когда пытались существенно ухудшить, урезать трудовой кодекс, то работники, профсоюзы, рабочие все-таки смогли не допустить такого существенного ухудшения, была политическая острая борьба. Но после этого, к сожалению, ни одно улучшающее какое-либо положение работников, ну, за исключением мелких каких-то вещей, там, типа там, что в течение трех дней там точно вам выдадут сейчас трудовую книжку, а раньше эти три дня не были указаны. Вот. Не было, на самом деле, никак, так сказать, не внедрено, не применено, не повлияли в нас. И вы сами это прекрасно знаете, как люди связаны с политикой, что политическое влияние сейчас рабочих, наемных работников, как никогда, очень низкое. И в этих условиях, в этих условиях возрастает роль именно коллективного договора, потому что коллективный договор – это тот же самый закон, но на предприятии. То есть вот то, чего вы добьетесь на этом предприятии, да, то и будет обязательным для вас и для работодателя на, так сказать, на данном предприятии. Другой вопрос уже, как вы будете это реализовывать. Это первое. Второе. Те предприятия, организации, где хорошие коллективные договоры, а у нас есть такие примеры, я сейчас их приведу, они играют очень важную роль. Почему? Потому что они устанавливают некие стандарты. Стандарты, да, на которые ориентируются работники вот тех предприятий, где нет коллективного договора или, как вы говорите, мелкие предприятия, да, все равно это как такой локомотив, да, который в какой-то степени не тянет за собой и более худшие для работников организации предприятия. Вот. С другой стороны, действительно, последние, там, 15 лет идет вот это раздробление, да, бизнеса. Вот, например, если мы приведем пример вот докеров наших, Михаил Васильевич хорошо в курсе этого примера. Раньше когда-то у нас был в Занерном Обществе Большой морской порт. Работали докеры, соответственно, там возник профсоюз, российский профсоюз докеров в 90-х годах. И они действительно достигли впечатляющих результатов по сравнению, например, с портами или портами, не знаю, как правильно сказать, где нет профсоюза и нет коллективного договора. Вот недавно сравнивали. Ну, просто в разы зарплата выше и условия труда лучше. Вот там, где есть этот коллективный договор. Кроме того, существенно защищены, что имеет огромное значение, именно коллективный договор защищает лидеров, рабочих лидеров, имеется в виду, дает иммунитет профсоюзным лидерам. А это тоже немаловажно для того, чтобы улучшать все условия труда. Так вот, по-моему, 10 лет назад, по-моему, или больше, начался процесс как раз вот этого дробления, о котором вы говорите. И из ОАО «Морской порт» выделилось несколько стеридорных компаний. И по нашему законодательству, в общем-то, скажем так, получается, что исчез один работодатель, появилось несколько работодателей. Соответственно, перед профсоюзом, перед первичной организацией встал серьезный вызов. А что делать в этой ситуации? И здесь, конечно, профсоюзы во многом идут не впереди бизнеса, а за бизнесом. Да? И нашли такой выход. Как бы первичку… В Нижерских заводах тоже самое, кстати. Первичную организацию сохранили, объединенную. А вот в этих стеридорных компаниях создали так называемые локальные организации. И в каждой из этих компаний стали заключаться коллективные договоры. Но для того, чтобы не ослабить организацию и не раздробить ее совсем, да? Потому что угроза такая существует реально, вы правильно об этом сказали. Одно дело, когда там крупная первичка и один работодатель. Другое дело, когда несколько первичных маленьких организаций. И, собственно говоря, ситуация в каждой этой первичной организации намного хуже, чем вот в этой большой. И, конечно, это привело к тому, что, скажем так, некоторые первичные организации, которые появились как альтернативы этой большой, они создали вот эту объединенную первичную организацию. Но все равно она стала слабеть. Почему? Потому что стали интересы вот этих маленьких первичек, да, стали, скажем так, отличаться друг от друга. И вот сейчас там такая ситуация, когда в одной степидорной компании хороший коллективный договор, сильный, а в другой компании вообще его нет. То есть… И первички нет. И первички нет. Потому что данная первичная организация, вот которая Осколок, да, вот той объединенной, заняла такую стратегию, скажем так, на работу только на собственные интересы, а не на интересы, так сказать, вот общей первички. Поэтому, конечно, то, о чем вы сказали, очень-очень-очень ослабляет вообще профсоюзное движение. Вот такое развитие бизнеса. Это первое. Второе. До 2013 года существовала, в общем-то, такая картина. Вы все, наверное, о ней знаете, что если мы берем средний и мелкий бизнес, то у нас практически там работники… Не только коллективных договоров нет, но и трудовых договоров нет. То есть, по-моему, как недавно сообщила нам министр социального развития, да, по-моему, что у нас десятки миллионов людей работают в сером секторе. То есть, вообще-то, так сказать, неформально. Ну, приближены к рабам, что называется. Поскольку прав… Если у вас нет официального договора, прав у вас практически нет. Какая-то часть процентов, даже, говорят, 30. Даже больше. Даже больше, да. Процентов 45. Да, но статистику очень сложно вести, да, потому что это сложно выявить. Далее есть часть работников, которые работают действительно на крупных предприятиях, таких государственных или полугосударственных предприятиях. Там еще действительно есть коллективные договоры, как бы остатки вот советских времен, но они зачастую, зачастую все-таки в какой-то степени дублируют трудовой кодекс. Ну, то есть, примерно то же самое, что в трудовом кодексе есть, просто переносят в коллективный договор. Раньше такая политика очень критиковалась, особенно такими независимыми боевыми профсоюзами, но сейчас даже это считается разумным. Почему? Потому что, если вы закрепили то, что в сегодняшнем трудовом кодексе в коллективном договоре, в законе, завтра трудовой кодекс в лучшую сторону изменится, а коллективный договор останется у вас, закрепив то, что было в лучшем трудовом кодексе. Если не в кавычках, если в кавычках, то она отходит. Да. Вот тут тоже вопрос. И нет коллективный договор, просто никому у нас просто на руки он не выдается пытаться получить коллективный договор. Сейчас я как раз об этом скажу. И далее есть довольно небольшое количество предприятий таких с иностранным капиталом и есть довольно небольшое количество довольно боевых профсоюзов. Это транспортная отрасль в основном, автопром, где действительно рабочие добились помощи очень активных коллективных действий, хороших коллективных договоров. Ну, пример хороший – это «Форд», «Докеры», «Летчики», вот, кстати, горно-металлургический профсоюз, состоящий в диспетчеры, который состоит в ФНПР, очень неплохие коллективные договоры в судостроении, нефтегазовый сектор. В общем, есть такие хорошие примеры. Но, как бы, минусом было серьезным то, о чем вы сказали. Часто-часто, даже при том, что есть хороший коллективный договор, часто работники, сами работники не имеют к нему доступа. Вот я пытался получить, его не смог получить. В отделе кадров, говорят, нету. Этот ласточник трусливый. В профсоюз надо идти, почему он отдел кадров-то тут причем? У нас владели кадров. В профсоюз? Я хорошо входил в профсоюз, Ласточкин замотался со стороны в сторону, так и не дал. Даже причинять. Значит, должен дать. Профсоюз – это… А вот не дал. Надо было вообще двух друзей взять и проять детей. Значит… В профсоюз тряпка половая. Хорошо. Значит, моя… Товарищ Ласточкин. Товарищ Ласточкин. Товарищ Ласточкин не дал. Значит, доклад идет в нужную сторону, если вы так эмоционально отреагировали. Дело в том, что действительно существует еще, кроме того, что существует серьезная проблема заключения самого коллективного договора, существует серьезная проблема между профсоюзом и работодателем. Еще взаимоотношения между работником и профсоюзом. И иногда, действительно, особенно когда коллективный договор носит такой формальный характер и профсоюз, в общем-то, довольно соглашательский, часто работники не имеют к нему особого доступа. Для чего это сделано? Для того, чтобы такой вот Ласточкин не пришел и, не дай Бог, не воспользовался каким-нибудь пунктом этого коллективного договора, существенно улучшающего его ситуацию, не пошел, например, в суд или там не потребовал по этому коллективному договору то, что ему причитается. Вот эта проблема тоже существенна, но эта проблема активности работников при определенном технологии, инструментах, вы вполне можете добиться этого коллективного. Никто вам не сможет отказать, вам правильно говорят ваши товарищи. Вот, это уже... И далее я что хочу сказать, что в 13-м году ситуация в связи с началом спада, экономического спада, который длится до сих пор и непонятно, сколько еще будет длиться, ситуация существенно... Вот даже та, которая была не очень хорошая, да, существенно сейчас ухудшается. У нас недавно был такой круглой стол, мы проводили, который назывался заключение коллективного договора в ситуации перспективы. И участниками этого круглого стола были как раз вот те профсоюзы, о которых я говорила. Третья сила – это вот боевые профсоюзы, у которых были действительно серьезные коллективные договоры, серьезный опыт коллективной борьбы и так далее. В основном это были участники данного круглого стола. И вот они говорили о том, что в их случае ситуация существенно ухудшилась. В связи с чем? В связи с тем, что тот баланс сил... А вы знаете, что вообще переговоры и договоры очень много зависит от баланса сил. Наверное, известно, да, вам это... Вы все в теме, люди. То есть закон, коллективный договор – это всего лишь навсего проявление данного баланса сил. Если коллективный договор или закон не улучшает положение работников, значит работники слабы. Значит, профсоюзы слабы, и значит, рабочие движения, рабочий класс имеет слабые позиции, практически не влияет на трудовые отношения. И если мы говорим о периоде начиная с 2013 года, то, например, вот недавно мы разговаривали с летчиками и с бортпроводниками в одной из авиакомпаний. У них был просто фантастический коллективный договор. И два года назад пришел новый менеджмент и не перезаключил этот коллективный договор. И самое интересное, что профсоюз оказался, не разработав стратегию вперед, оплетяясь немножко в хвосте, он не прогнозировал эту ситуацию. Он работал с хорошим менеджментом, с хорошей администрацией и думал, что эта ситуация сохранится всегда. Так же было и у некоторых предприятий, других предприятий известных. И пришел новый менеджмент, который просто резко поменял отношения к профсоюзу и к работникам. И получается, что не имея никакой стратегии, профсоюзы проиграли. На сегодняшний день не просто не ухудшились условия труда, просто коллективный договор его не заключили. И работники, и профсоюз не имеет никаких инструментов на сегодняшний день для того, чтобы добиться заключения этого договора. И если мы говорим о балансе сил, конечно, на руку бизнеса сыграл и экономический спад. Почему? Потому что профсоюз, желая получить поддержку в своих действиях, обратился к работникам. Работники сейчас стоят в очень непростой позиции. То, о чем вы говорили. Фактически работники сейчас стоят перед очень-очень сложным выбором. Либо улучшение наших условий труда, повышение зарплаты, то, о чем вы говорите, либо сохранение рабочего места. Что, как вы думаете, выбирают работники? 90% выбирают. 99% все еще. Вот недавно у нас я разговаривала с рабочими работниками, членами профсоюза Форда. Значит, они заявили, у них коллективный договор пока еще есть. Единственное, что год назад они его заключили еще на два-три года, но существенно-существенно условия это зарплата. Здесь работодатель не пошел ни на какие поближе. Пришлось заключить коллективный договор без тех, без индексации, без повышения зарплаты. Но все равно заключили. И работники сегодня не поддержали фактически ту забастовку, которая была год назад инициирована профсоюзом. Почему? Потому что предприятие перешло на неполное рабочее время, произошло сокращение смен, и люди серьезно потеряли свои собственные зарплаты, и когда они взвешивали бастовать или не бастовать, за повышение зарплаты, кстати говоря, то, что не подписал работодатель, то большинство из них все-таки решили сохранить свое рабочее место. Они говорили о том, что если мы будем бастовать, то нам зарплата не сохраняется. Мы теряем зарплаты. Это существенный удар по нашим бюджетам семейным. Это первое. И второе. Они говорили о том, что на сегодняшний день мы боимся потерять работу. Если все забастуют, всех точно не уволят. Одного выгонят, а всех не уволят. Ситуация следующая. Это предположение. Но в реальности факт какой сегодня? Что на заводе сокращение за сокращением идет. И те, кто поставал, и те очень резко, ну так сказать, активно выступали, они переводятся в простое, так называемое. У меня еще есть время? Конечно. Минут семь. Я просто хочу сделать вывод. И получается, что профсоюзы, с одной стороны, эти боевые профсоюзы активные, они, может быть, и хотели бы активно продвигать и готовы на это, но их не поддерживают работники в силу экономического кризиса и страха потерять рабочее место. Это первое. Второе. Те профсоюзы, которые заключали фиктивные такие коллективные договоры, символические, я бы сказала, они продолжают данную стратегию, но она, как говорили участники круглого стола, заключить пустой договор коллективный. Хорошо это или плохо? Нужно ли его вообще заключать? Есть же трудовой кодекс. И пришли к выводу большинство участников круглого стола, пришли к выводу, что все-таки заключать надо, потому что, значит, для работодателя это тоже неплохо, потому что во многих случаях это повышает статус компании и его признание в качестве и в том числе иностранными партнерами. Для профсоюза это повышает статус профсоюза, фиксируется установленным законом права и льготы и сохраняет их, даже если закон ухудшается. И далее коллективные переговоры перед коллективным договором это повод к расширению членской базы. Для работника все равно с коллективным договором работники чувствуют себя защищеннее, работники чувствуют, что наконец-то профсоюз интересуется их мнением, потому что многие профсоюзы интересуются мнением работников, как правило, только перед заключением коллективного договора. Это, знаете, как на выборы депутаты, когда идут. И далее фиксируют установленные законом права и льготы сохраняют, даже если закон ухудшается. Вот к этому пришли выводы участники данного круглого стола. И в заключение я хочу сказать, что на сегодняшний день профсоюзам и представителям работников необходимо выработать, не плестись в хвосте за бизнесом, а выработать собственную стратегию, как действительно защищать права и интересы работников в данной непростой ситуации. И без такой стратегии профсоюзы будут только пассивно реагировать на поведение бизнеса, которое часто уже далеко впереди. Последний пример, который я приведу. что пока, например, на Форде работники занимались внутри профсоюзными, мягко говоря, разногласиями, которые были в профсоюзе, бизнес уже зарегистрировал новую фирму в Елабуге, как, так сказать, площадку, которая на сегодняшний день с точки зрения протестной активности очень выгодна для работодателя. И перевел выпуск части продукции туда. И, соответственно, подстраховался. А профсоюзы об этом узнали года через два после того, как уже этот бизнес был зарегистрирован. В этом плане, конечно, работники, их представители очень отстают от бизнеса. И второй вывод какой? Дискуссионный вопрос. Необходимо ли действительно в такой ситуации продолжать наступательную стратегию? То, о чем мы давно здесь говорим, требовать именно повышения заработной платы в ситуации, когда большинство работников, как мы видим, активно не поддерживают данные требования, поскольку боятся потерять рабочие места. И возможно ли, что эту функцию, может быть, должны выполнять рабочие партии, которые, может быть, более в этом плане свободны для того, чтобы, скажем так, действительно уже на законодательном уровне продвигать этот вопрос. И последнее. Мне кажется, все-таки сейчас, ну, скажем так, это некоторые экономисты, так говоря, некоторые эксперты, все-таки бизнесу власть дала определенный сигнал не делать резких движений. То есть, если вы сокращаете или увольняете работников, делайте это мягко. Мягко. Почему? Потому что шоковое, так сказать, освобождение работников приведет к очень неприятным последствиям и в том числе для государства, для власти. Сейчас, поэтому многие работодатели, наверное, вы тоже замечали это на своей жизни, да, переходят в сокращенное рабочее время, неполное рабочее время там и так далее. Вот таким образом не резко, а потихоньку идет такое тихое сползание, да, совершенно в другие стандарты жизни. И многие работники даже вот в таких преуспевающих отраслях сейчас говорят о том, что их семейный бюджет, ну, снизился примерно в два раза. Это еще не грань выживания, да, не то, что там есть нечего. Но уже люди не могут тебе позволить, скажем так, покупку товаров... Как они, не знаю, Михаил Ильич? Длительного пользования. Длительного пользования уже не могут, да. Не могут тебе позволить качественный отдых, не могут тебе позволить качественное образование. Даже здравоохранение. И даже качественное здравоохранение, да. Уже ситуация такая довольно угрожающая. И самое неприятное в том, что кризис, как не говорят некоторые эксперты, имеет характер не вот такой, да, вот, так сказать, упали, отжались и обратно пошли, как это было два предыдущих кризиса таких серьезных, а вот, так сказать, упали и дальше вот так вот пошло, а дальше, может быть, еще раз упали, неизвестно. Депрессии. Да, да, да. Ну вот, собственно говоря, очень коротко, может быть, остальное можно попробовать обсудить в дискуссии. Готовьте вопросы, товарищи. Очень советую всем почитать экспертный доклад, такое очень исследование, трудовые протесты в России в 2015 году. И вот, собственно говоря, в этом исследовании... А где его почитать можно? На сайте Центра социально-трудовых прав. Насываются трудовые протесты в 2015 году. Очень хорошее исследование вам на вооружение для того, чтобы выстраивать свою собственную стратегию. Мне кажется, было бы неплохо. Там как раз говорится о том, что уровень протестов вне профсоюзных, надо сказать, да, в 2015 году существенно возрос именно вне профсоюзных. Потому что, видимо, люди все-таки доверие к профсоюзам падает, и люди начинаются стихийные протесты. Это не очень хорошо, поскольку все-таки это получается не институализированные, что называется, да, эти протесты. Вот. И они реактивные, а не проактивные. То есть не выплатили заработную плату, да, там, пока ты там очухался, пока там понял, что тебе не будут выплачивать еще, да, столько же. И дальше идет такой стихийный какой-нибудь протест. А все-таки профсоюзный протест, он, чем он более эффективный, он проактивный. Если у вас есть объединение, да, лидеры, профсоюз, какой-то институт вас защищающий, вы можете выстраивать стратегию. Вы можете понимать, куда пойдет бизнес, и вы можете делать упреждающие шаги, которые, ну, скажем так, намного эффективнее стратегически в этом плане. И еще что здесь говорится о том, что появилось новое явление, так называемые не чисто трудовые протесты в одной отрасли, а межотрасливые, межрегиональные протесты. Когда, например, учителя вдруг объединяются с врачами. И это новое явление, которое, как считает исследователь, будет нарастать. Более того, уже работники начинают включать как раз к вашему вопросу свои требования не только экономические вопросы, но и, скажем так, околополитические. То есть этот процесс, он идет. Вопрос, конечно, в том, что как профсоюзы могут встраиваться в этот процесс, управлять им, контролировать, влиять на этот процесс, и как могут рабочие партии в этом участвовать. Я думаю, что, наверное, это наша задача. Так, вопрос, кто делает? Молодец. Вот вы тут обрисовали много моментов, в которые мы можем попасть. Может быть так, может быть эдак. Но я не услышал вот ваше мнение по тактике работы профсоюза в этих условиях, по тактике самих членов профсоюза, и в том числе и по отношению к стихийным выступлениям, которые проходят вне профсоюза. Что вы можете ответить? Ну, я могу ответить только то, как действительно происходит, потому что я же не политика, у меня нет стратегии, тактики. Как профсоюзам выстраивать свои действия? Рекомендации? Ну, рекомендации, да, соображения. Но я так считаю, что сейчас необходимо все-таки, на мой взгляд, сейчас больше идет процесс выживания. То есть необходимо сохранить организацию. Если мы будем не, скажем так, оторвемся от работников, да, очень сильно, и пойдем на такие резкие действия, да, или повышенные требования. Ну, это кто, извините? Профсоюзы. Ну, как профсоюзы? Я говорю, профсоюзы. Ну, руководство профсоюзов. На заводе Форт, например, так произошло, что профсоюз объявил забастовку, хотя большинство работников к этому отнеслось очень скептически. И в результате сейчас профсоюз теряет членство просто катастрофически. Почему? Потому что работники члена профсоюза не поддержали своего руководства. Фактически да. Да, фактически да. Почему? Потому что результат был для сегодняшнего дня не очень хороший. Если в 2006 году, когда была первая забастовка, эта тактика, как вы говорите, сработала на УРА, да, то сейчас тот же самый инструмент сработал фактически противоположно. Я советую все-таки профсоюзам учитывать современные условия, современную ситуацию, а не действовать шаблонно, так как мы действовали еще 10 лет назад. И в данном случае, например, одна из рекомендаций, которую профсоюзы, например, боевые не очень хорошо воспринимают, но, на мой взгляд, это было бы способствовало укреплению и развитию выживания самой организации. Сейчас очень важно организацию сохранить. Это, например, усилить влияние профсоюза там, где это возможно. Ну, например, отправлять людей в простой, да, добиться того, чтобы этот процесс не шел мимо профсоюза. Чтобы профсоюз управлял и контролировал этой ситуацией. То есть, чтобы каждая отправка в простой, да, или сокращение рабочей недели и так далее, и так далее, все шло только через профсоюз. То есть, контроль над производством, в общем-то. Ну, не совсем над производством, но, во всяком случае, в трудовых отношениях нужно... Какими-то? Ну, я считаю, что необходимо быть влиятельным актором, да, чтобы мимо вас, в общем-то, ни одна муха не пролетела, на мой взгляд. А вот когда, сохранив организацию, ну, вот когда спажем разное или поздно закончится, да, ну, не бывает такого, да, есть у нас экономические циклы, да. Вот к этому времени готовить свои силы для того, чтобы уже начинать более наступательное действие. На мой взгляд, с моей точки зрения, тактика такова. Иначе мы потеряем членов профсоюза, это точно абсолютно. Люди будут уходить. Ну, дело в том, что без членов профсоюза никакого усилия не может быть на администрации. Давайте сейчас вопросы, а выступление потом будет, ладно? Да нет, ну, все, я могу сказать. Так, еще какие вопросы, дальше? Вот вопросы. Есть? Я же руку, понял? Я бы хотел услышать вот в этом исследовании, про ответственное за 2015 год, да, за прошлый, какова все-таки доля или процент выступления чисто не вот, не вот слово работников такого вот общего, а чисто людей наемного труда, пролетариата. Чисто есть какое-то исследование? Чисто выступление рабочих, организовывание, организовывание, неважно. Да, он все-таки именно рабочий. Вы имеете в виду, то есть медики, врачи, служащие? Нет, медики, врачи это не рабочие. Работники физического труда? Нет, люди, которыми эти развиваются, они реально производили на труду. К сожалению, вот… То есть даже не выделено? Не выделено, нет, только работники. И нет даже вот каких-то там, что вот вы выступили рабочие какого-то цеха, завода там, нет даже таких исследований, то есть вот учителя, врачи. Здесь, вы можете прочитать это исследование, здесь есть примеры, когда в уступлении примеры протестов рабочих есть, но в то же время есть примеры протестов из других наемных работников в других отраслях, нематериального производства. То есть такого разделения нет. Если у вас есть такие исследования… А кто… Второй вопрос, извините, а кто проводил эти исследования? Какой-то… Центр социально-трудовых прав. Эксперт Петр Безюков. Висит на сайте. На самом деле эти исследования очень сложные и дорогие. Ну, это очень большой, так сказать, труд огромный. И даже в то исследование, которое есть, и слава Богу, что оно есть. Потому что, я вас уверяю, никто эти исследования и цифры вам не будет приводить. Сейчас такая… Ну, как бы… Это невыгодно никому, вам. Показывать реальную ситуацию. На самом деле, есть исследования еще такие же, Левада Центр. Можно тоже посмотреть. А как же есть вот КТР, у которых есть уже увольненные работники, у которых председатель входит в президентский совет, есть правовой департамент, есть там президент, да, есть федеральный секретарь. Почему, скажем, они не могут такую работу проводить, если вот касается обзора того, как… Ну, в КТР же много входит, а вот все эти так называемые боевые, почти все входят в КТР, да? Ну, они могли бы, наверное, такую картину, если бы захотели. У вас есть такие данные? Что они… Есть у них такие? Ну, у нас… Знаете, что это? Это серьезная организация, которая себя, значит, объявляет, как вот организация руководящая. Они очень бурно обсуждают, кого продвинуть в Думу. Вот данные о том, как рабочие выступают, вот мы от них получить пока не можем. Ну, я вот не смотрела, и, к сожалению, сам, может быть, они… Они должны делать, наверное… Ну, я думаю, что, конечно, это должны делать объединения. Обсоюзные объединения. Есть соцпроф-объединения, от них можно было ожидать. Есть ФНПР, от них тоже можно ожидать. Да. Конечно, естественно. И там же есть, да? Да. И они как-то… Давайте за деньги кто-то сделает… Почему за деньги? А вносы не для этого платят. За чьи деньги? За чьи деньги? Ну, конечно, для того, чтобы стратегию выстраивать, о которой мы говорили, да, и без которой нам будет сложно дальше продвигаться, нужны, скажем так, хорошие, действительно, исследования, да. Но эти исследования, ресурсы для этих исследований могут быть только, действительно, у крупных профсоюзных объединений. Ни у одной первичной организации или мелкой какой-то группы рабочих. Таких ресурсов нет. Эти исследования очень дорогие. Тем более в масштабах, извините, огромной страны. Это просто, ну, мало реально. Так, еще. Кто желает задать вопросы? Нет, кто желает выступить? Пожалуйста, Иван Михайлович. Ну, вот, если начать с конца, так сказать, с последнего вопроса, что, почему забастовка на форне последняя не удалась, а 2006 года удалась. Забастовка и вообще борьба Тюрасова – это сложнейшая игра в шахматы, скажем так. И здесь надо очень много думать, творчески подходить для того, чтобы достичь позитивного результата. Вот, по крайней мере, в Ленинграде пожар и венец всей забастовочной борьбы – это забастовка докеров 2005 года. Она там даже в городе больше года продолжалась, но вот активная фаза ее с прекращением работы частичного, она была именно летом 2005 года. Забастовка эта была очень успешная. И, в общем-то, я, как человек, немножко здесь задействован в этом процессе, я могу сказать, что она потребовала карасального напряжения интеллектуальных, организационных ресурсов. Во-первых, эта забастовка, она, вот, Римас Адитова на голове, да, что забастовка – это удар по кошельку. Эта забастовка докеров, в общем-то, не являлась большим ударом фатальным по их кошельку, потому что принято было решение не работать один час в восьмичасовую смену и полтора часа в 12-часовую смену. В остальное время люди работали и, соответственно, получали хоть и уменьшенную, но зарплату. А вот работодатель нес карасальные убытки, потому что прекратились сверхурочные, был карасальный хвост из фур, простой кораблей, за который надо было платить штрафные санкции. И поэтому, когда Стивидоры, как писала газета «Коммерсант», Стивидоры получили письмо счастья, ну, Стивидоров, в смысле руководителей стивидорных компаний, письмо счастья, это заключалось в том, что мы через три дня переходим на режим полутора часов в восьмичасовую смену и трех часов в 12-часовую смену. То у них, значит, в сочетании с чем? С тем, что было обращение к президенту о том, чтобы национализировать Порт, раз он находится в руках неэффективных собственников, которые там допускают простой судов и так далее. И это все сыграло свою роль, и, соответственно, работодатели сдались на мир из победителя. Была выпущена газета, иногда выпускались две газеты «Докер в неделю», вот я помню, в частности. И хотя руководство Порта, запротив огромные деньги газете «Метро» за откровенно клеветнические измышления о «Докерах» и профсоюзе «Докеров», и «Докеры», кстати, пошли в эту газету «Метро», давайте мы, говорит, нам тоже денег дадим, на правах экрана мы разместим материал, так сказать, свой. Там оказались в газете «Метро», которая дирогизированная, просто такая газета для всех. Там это не пошли. Но и, тем не менее, руководство стередурных компаний признавало, что информационную войну оно проиграло. И, кстати, в 2006 году, если вы вам осредственно напомните, была выпущена газета «Фордовец». Она и сейчас есть, висит у нас на сайте, вот есть газета «За рабочее дело», она как бы красивая, хорошая газета, и она там так вот, как «За рабочее дело» заходишь, там, конечно, номера можно найти и более поздние, но вот она там, главным образом висит, хорошая газета, это тоже, конечно, сыграло свою роль. Ну а здесь и подойти так, что не очень так сяк, шаляй-валяй, и, конечно, здесь все сорвется. Потом по поводу того, что не дают кордоговора. Ну как не дадут? Ну не один пойдите, возьмите двух друзей и пойдите втроем к этому Расточкину. Зайдите к нему, вы просите кордоговор, двое в дверях стоят, ну он нету, ему куда-то пойти надо, двое в дверях стоят, ну не то, что там насилие такое, упаси бог, но просто стоят в дверях. Не надо так сказать, ну давай кордоговор-то дайте, вы демонстративно отказываетесь нам дать кордоговор, это ваша политика такая. Да нет, я не знаю, вы поищите. Вот это самое. Я вот хочу сказать, что вот у нас, когда кафедру прошлой зимой выгоняли из помещений, пытались выгнать из помещений, там пришел достаточно крупный деятель, политехнический, ну не про вектор, но где-то вот на один рамк пониже про вектора, какой-то там по строительству, то есть я забыл его фамилию, не буду называть, он это самое, пришел с аккумуляторной бензолитой, паргаркой, и, значит, стал скрывать дверь железный. В наш класс, где пособия были то-се, пришел наш зафраг детей на два метра ростом, взял за шкирку и швырнул от этого замка, и все. И вопрос был решен. Потом там тусовались на крыльце какие-то ребята из охранной фирмы, там Невская застава, которая у нас в политехе молодые, лет по двадцать. Вот мы прибыли сюда, чтобы воспрепятствовать воспрепятствованию его трудовой деятельности. Ну, мы их пофотографировали, они там что-то прохорохорились и ушли. Вот, то есть, ну, надо, так сказать, немножко так и прямое действие. Хорошо, он вызовет охрану этого завода, чтобы вас выставить из своего кабинета. Ну, вот, так сказать, это будет повод, что придают правкому, вызывая заводскую охрану, чтобы выставить из кабинета рабочих, которые пришли за полдоговором. Но это, вообще, говоря, может сделать невозможным для многих, так сказать, его дальнейшее пребывание в этой должности. Единственное, надо бояться, так сказать, прямого действия, но если у вас двух друзей нет, с кем можно пойти, так сказать, эти вопросы решать, ну, тогда, извините, тогда, так сказать, кирлик вам. Так что тут ничего не сделаешь. Вот. Он не пойдет против ласточки? Ну, все, так сказать. Если нет трех человек, которые могут прийти к предателю правком и закон договором, то это все. Это завод мертвый, надо думать, как его оживить. Вот. Ну, и потом, все-таки, по существу лекции, значит, я хотел бы обратить внимание по поводу сегодняшней темы, как раз вот в 2005 году вышла очень хорошая книга автора Михаила Васильевича Попова, широко известных в узких кругах, и Константин Висеевич Федотов, тоже фигура, широко известная, но в более узких кругах. Это один из создателей российского профсоюза докеров, долгое время возглавляли Ленинградскую портовую организацию, потом был начальником константинга правового отдела. Вот. Эти товарищи, значит, написали книгу «Ведение трудового спора за заключение коллективного договора соглашения». И тут вот подробно разматываются все стадии коллективного трудового спора, вопреки тем товарищам, которые заявляют, что сейчас у нас забастовки запрещены, это все запрещено, и ничего не запрещены. И более того, вот не надо, чтобы сразу можно было кирли, раз и забастовку с завтрашнего дня. Это неподготовленное все сырое, стихийное. Надо разматривать потихонечку это все, обзаводиться сторонниками. Вот тут глава. Глава первая. Что предшествует коллективному трудовому спору за заключение коллективного договора соглашения. Глава вторая. Действия работников по регулированию коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения. Глава третья. Действия работников по окончании коллективного трудового спора. Тут все примеры документов. Она выражена, эта книга, на сайте Фонда рабочей академии Но я постараюсь, чтобы товарищи, которые будут Это уготовить передачу, чтобы ее, так сказать Показали крупным праном Она есть и в бумажном виде, можно так сказать Обращаться Ну и все-таки о значении кордоговоров Кордоговор, вот когда Образуется на предприятии Сначала маленький молодой профсоюз Вот возникает вопрос А что ему делать, чтобы его не разогнали И вот та ниточка, которую Надо начинать разматывать Это создание своего проекта Кордоговора Во-первых, это работа творческая И очень интересная И к ней можно привлечь Ну конечно, должен быть кто-то один Кто этим делом, так сказать, возьмет на себя основной груз Но привлекать, советоваться Можно с двумя, с тремя С десятью, с пятнадцатью И это должно, так сказать, потихонечку Входить в умы Основные поражения кордоговора этого проекта Значит, а основные поражения Там какие должны быть? Ну во-первых, кордоговоры обязательно во всяком Есть вода Мне это немножко раздражает Но и тем не менее, от этого не уйти Чтобы, так сказать, кордоговор не должен С пятнадцати статей состоять Потому что, ну, чтобы и работодатель легче К нему относился Там что-то может и повторить Трудовой кодекс действующий Что-то может, так сказать, по накатанным рельсам Там из какого-то кордоговора Очень гладко быть взята вода Ее надо, конечно, чтобы была вода Чтобы, так сказать, скользя по этой воде Взглядом работодатель легче, так сказать, это дело принято Но какие моменты здесь должны быть отражены Существенно для работников? Во-первых, это гарантии занятости Понятная идея, что и сейчас аутсорсинг Сейчас контракты временные Например, вот в нашей организации Ну, это вообще говоря уже жмотство несусветное Людей, которые на год устроены Их 31 декабря увольняют А 13 января принимают А зачем? А чтобы вот за эти 11 дней не платить То есть, ну, это так сказать Ну, кроме того, конечно же Люди на срочных договорах работающие О них, конечно, можно потом просто не заключить договоры То есть, нужно, если на предприятии аутсорсинговых людей Людей по срочным договорам работающих большинство То, конечно, из них должен кто-то быть Кто, в общем-то, не очень боится быть уволенным Это должен быть специалист, который знает, что он с голоду не умрет Ну, и может быть, даже человек, не сильно обремененный семьей Потому что семья, так сказать, тут она, конечно, давит игрушки Но, тем не менее, такие люди есть Их будет больше Люди вон на Донбасс едут воевать И ничего, и гибнут там Вот, и поэтому здесь, так сказать Не надо здесь особо паниковать Надо вот потихонечку взяться Значит, и первый вопрос, конечно Который должен быть в этом проекте как договора Это вот, чтобы избавиться от срочных контрактов Избавиться от аутсорсинга Вот как это сделать? Это надо продумать, сформулировать Но, в конце концов, есть к кому обратиться Нет такой проблемы, чтобы То, того же Михаила Васильевича Перегружали там какими-то просьбами о консультациях Проблема в том, что нету Ужидающих проконсультироваться Мы найдем Кроме Михаила Васильевича Кто-нибудь может Вот, это первое Второй вопрос по важности Это вопрос о заработной плате Почему? Потому что, если заработная плата чрезмерно мара То это ведет ко всякого рода подработкам Это ведет к нервным стрессам Человек, который бедный Он там считает каждую копейку до зарплаты Это нервные срывы Повышенное давление Там сердечные всякие вещи И, в конце концов, там Кирдык 59 лет, как учит нас статистика Чтобы люди до пенсии не доживали И не отнимали деньги у нашего дорогого правительства Вот, 59 лет у нас умеют Это вот зарплата Зарплата должна быть Какой зарплата должна быть? Это отдельная интересная вещь Расчет стоимости рабочей силы В своем регионе И он, в общем-то, методики есть И сюда надо жен подключать Там женщин на работе Они за это дело с энтузиазмом берутся Это вот надо И надо, так сказать, понимать Что нормальная зарплата Должна быть именно вот такой То, что у нас сейчас в 10 раз меньше Ну, надо осознать Что какая у нас сейчас крохотная зарплата Чтобы люди хотя бы это осознали А то они считают, что у них хорошая зарплата Там, 30 тысяч рублей Они понимают, почему у них там Это не хватает Вот каждый там В конце месяца уже начинается Там уже вот батон хлеба купить И на трамвае проехать И это вот Люди просто, так сказать, здесь мечутся Третий вопрос Это рабочее время Ну, рабочее время, оно коррелирует с зарплатой Потому что, если зарплата хорошая Ну, конечно, сверхурочных Вообще, так сказать, принудительных сверхурочных Быть не должно Речь идет о том Рабочее время 8 часов или меньше Ну, 8 часов за большую зарплату достаточно В общем-то, работать можно Как-то Если жена не работает Там, позволит там Сидеть с детьми Это можно вполне Ну, а если, так сказать Зарплата меньше То тут, конечно, надо как-то и искать Часто, вот, например, говорят Вот такую зарплату маленькую Платят, потому что люди не загружены Ну, если не загружены Очень хорошо Давайте, там-то, эту зарплату Платите за половину рабочего дня Раз мы не загружены И, как правило, реакция Ну, что, с ума сошли А кто работать будет? Ну, раз мы работаем Почему нам 20 тысяч в месяц платите? Если мы работаем Квалифицированный труд Это речь идет, как правило За квалифицированных работников За такую зарплату работающих Ну, вот Или, так сказать, нет работы Тогда давайте, так сказать За ту же зарплату Мы будем работать Там на 2 дня в неделю Приходить на работу Зарплата 20 тысяч Это вполне нормально 2 дня в неделю приходить Это все равно у нас будет Не сверхъестественная зарплата Никак То есть И здесь это тоже служит темой Для обсуждения Вот эти вот Ну, и последнее Это условия труда Потому что Если там условия труда Там загазованность И так далее Такие Что, как вот Было на заводе серной кислоты Занарской заставой До революции Что люди там через 3 года Ну, серную кислоту проводили Люди этим дышали У них там через полгода Зубики начинали сыпаться Ну, а больше 3 лет Там никто не жир Как правило Люди там устраивались Самые, кто только из деревни приехал Они там месяц покрутятся И где-то себе в другом месте найдут Ну, а кто такого не мог Все там через 3 месяца 33 года где-то помирали Вот Это, конечно Такое тоже никому не нужно И поэтому Вот условия труда Это вот должно быть третьим пунктом Но это, так сказать Длинный разговор Я о нем Особенно заостряться не буду Просто я вот хочу сказать Что работа над кордоговором Это, конечно, необходимый этап И ведение коллективного трудового спора За заключение Коллективного договора Это необходимый этап Если угодно И политического взросления Потому что Как вот собираются Наши иные революционные товарищи Делать аж революцию Не пройдя через вот эти ступени И что они будут делать в государстве Вот представим себе Вот они станут Руководителями государства И им придется иметь дело С окурами мирового империализма Которые там на порядок покруче Чем вот эти местечковые наши работодатели И если, так сказать, работодатель на них Посмотрит бычачьим взглядом У них уже, так сказать Как они будут Как они не могут, так сказать Сторить со своим работодателем То как они будут с этими Серьезными ребятами разговаривать Вот Николай Николаевича Смелякова Заместителя министра внешней торговли СССР В воспоминаниях Там вот вспоминают В 60-х годах Они встречались с руководителями Американского бизнеса Ну, очень, говорят, серьезные мужчины Там с ними так это самое Так просто не поговоришь И если вот не тренироваться здесь И не уметь формулировать законодательство Как люди будут создавать законы Писать в Конституцию Это вот совершенно идет Какое-то представление Что вот люди будут руководить А если там в Конституции Ну, они возьмут там какого-нибудь попова Там какого-нибудь попросят Еще там Ну, это не важно совсем Они у руководителей Ну, это совершенно, так сказать Концепция ложная Концепция неправильная И, в общем-то, так сказать Неудачи коммунистического движения Последних 25 лет Их можно связать именно с тем Что такая вот Какая-то концепция Наивно-детская Она превалирует в головах Многих, так сказать, левых Многих людей Называющих себя коммунистами И, к сожалению, это вот так Ну, и напоследок Благодарить надо Ему Садидовну Замечательное занятие И на этом и закрываюсь Так, я тоже несколько слов скажу Я хочу сказать, что Ему Садидовну здесь Человек очень квалифицированный Поскольку она участвовала И в той забословке Большой докеров Который говорил Владимир Михайлович И всячески помогала ей Она же оказывала помощь Тому, чтобы не закрыли Фонд Рабочей Академии И, так сказать Благодаря этой помощи Фонд Рабочей Академии Выиграл два суда И районный, и городской Вот И я думаю, что вот Сама постановка этого вопроса Так, как его сформулировала Ему Садидовна Что надо брать Рассматривать коллективный договор Как инструмент Что если у вас нет инструмента Для борьбы за свои интересы Если вы У вас есть профсоюз Но он ни в чем, так сказать Не выражается В каких-то действиях конкретных Нет ни стратегии Ни такси Она ни в чем не выражена Вы будете ходить толпой И ничего не добьетесь Вот Я бы эту даже линию продолжил На так называемые протесты Вот Я лично все протесты Сидю очень низко Пока человек только протестует Меня вот режут А я протестую Меня вешают А я протестую Меня выкидывают С пятнадцатого этажа А я протестую Что это стоит Протесты Это чисто негативная вещь Вот А то о чем В общем-то и говорил Верима Садитовна Надо выработать свою позицию И даже Когда вам не удается Заключить договор Содержательный Заключите пустой Но если вы имеете Пустой договор Значит Как только он заключен На завтрашний день Вы приходите Начинаете Сделать переговоры О совершенствованиях О изменениях О дополнениях В коллективный договор А если вы Никакой не заключили Вы через три года Только можете Прийти и начать Работу По заключению Нового коллективного договора Вот как обстоит Это дело С этим Поэтому Нельзя Даже В самых тяжелых условиях Отказываться От инструмента Если у вас ничего В руках нет Ну нет У вас Скажите Винтовки Нет у вас пушки Нет у вас Что-то такого серьезного Ну хотя бы что-то у вас есть Если у вас ничего В руках нет То вы не сможете Никакую ситуацию Разрешить Я хочу сказать Что в этом плане Вот у нас есть Некоторые минусы А есть и выигрыши Скажем Вот борьба Против аутсорсингов Который фонд Рабочей академии Активно участвовал В том числе Мы вот неоднократно Постоянно писали Заключения На эти проекты От фонда Рабочей академии На имя президента И после этого Значит Заставляли Переделывать И переделывать Нынешние фирмы Иностранные Отказываются От аутсорсинга Потому что Теперь Этот закон Обставлен так Что это уже Неудобно Не подходяще Для бизнеса И он Плюнул на Массе своей На аутсорсинг Поэтому В этом смысле Никак нельзя Отказываться от борьбы Если мы возьмем Тот же самый Профсоюз Вот Докеров В первый контейнер Криминал На сегодняшний день Вот именно Они выполняют То требование Которое Говорил Архимин Садид Не надо Отрываться От работников Вот работники Как можно Объявлять Запастовку Профсоюзом А работники Против Когда вообще Принцип Объявления Запастовки Это конференции И вот Конечно Профсоюз Сможет Согласно Доконтакте Плюнуть На этот Возможность И просто Объявить сам Он рискует Потерять Вообще Авторитет Но вы Проводите Собрание Причем Ведите Переговоры Пока люди Начнут Будут Смущаться И пока Не наступит Момент Когда они Сами Проголосуют За запастовку Я хочу Вот вам Доложить Что Скажем На сегодняшний день В первом Контейнерном Терминале Предзабастовочное состояние То есть Вся вот Эта процедура Которую Показывал Иван Михайлович Она вся Пройдена Завтра Могут Собрать конференцию Увидеть Уже Запастовку То есть Указать С какого числа Она начнется И вот Под этим Так сказать Условия Все Разговоры И переговоры Ведутся Поэтому Там Полностью Сохранен Состав Профсоюзной Организации Профсоюз Докеров Нет ни одного Докера Ни одного Который бы не был В профсоюзе Докер А в целом В коллективе 80% Профсоюза Там еще есть Профсоюз Работников Водного транспорта И с ним Они объединены В единый Представитель Орган Когда Представитель ПРВТ Руководитель ПРВТ Профсоюз Работников Водного транспорта Является Заместителем Руководителя То есть Руководителя Российского Профсоюза Докеров И при этом Состояние Такого падения Такого Тяжелого Которого Сейчас есть В других Организациях Там нет И Если Кого-то Удается Уговаривать Чтобы он Ушел Это Пенсионеров Или кому-то Предлагают Там много Денег Чтобы он Уходил Но он может Долго искать Потом работу И причем Во время Этих поисков Деньги иметь На то Чтобы найти Вообще Вполне Для себя Приличную работу Вот это Очень важно Потому что Сам Мотив Доклада В том Что надо Иметь Линию Стратегию И взаимодействовать Конечно Это Очень важно Что Есть Круглые Столы Которые Проводит Организация Которая Представляет Рима Садидовна Есть Он Рабочий Гадель Можно Делать Газеты Нужно На широком Фронте Это Делать И Совершенно Правильно Рима Садидовна Говорит Что Не Всегда Профсережи Может Высказать То Что Могут Сделать Политические Партии Если Они На самом Деле Защитники Интересов Рабочих Они Это Разъясняют Должны Они Должны Допубликовать Они Должны Консультировать Соответственно Друзящих В этом Их Собственно Миссия А Если Они Думают О том Как Залететь На Какие Кресла В этом Самом Представительном Органе Тогда Они На самом Деле Не Рабочие Партии А Такие Организации Которые Представляют Свои Трамплины Для Теплых Мест Других Местах Вот Я думаю Что Это Такое Направление И Такая Линия Совершенно Правильная И Другое Дело Что Надо Понять Что В Тяжелых Условиях Тем более Надо Крепко Держать Этот Инструмент В руках Тяжелых Если Он В легких Условиях Нужен А в Тяжелых Наоборот Не Выбрасывать Не Выплескивать Не Отказываться А держаться Обеими Руками И Пусть Он Там В чем То Будет Ухудшено В чем То Ослаблен Но Это Тот Инструмент С Которым Потом Можно Будет Все Разворачивать Снова Будет Ситуация Другая Но Если Закрывают Совсем Предприятие Понятное Дело Там Договор Может Не Помочь Совсем Закрывать Ликвидировать Предприятие Или Собираются Закрытие Или У нас Есть Такие Сторонники Такой Линии А пусть Чем Хуже Будет Тем Лучше Пусть Значит У нас В России Ничего Не Будет Ну Ничего Не Будет Не Будет Рабочего Глаза Не Будет Никакого И Рабочих Партий Не Будет И Профсоюзов Не Будет Мы Умрем В нищете И нам Еще Сюда Поставят Полицейских И ракеты Иностранные Так что Мы знаем Что Происходит Вот Пожалуйста Ближайшее Окружение Возьмите Вы Прибалтику Уже Из трех Миллионов Латвийцев Латышей Миллион Уехали В Европу И моют Там горшки Остались Причем Молодежь А нет Производства Никакого Нет А в других Местах Где нет Производства В том же Дагестане Вот Собирают Молодежь Стипендию Им платят Военному Делу Обучают Исламу Специальной Организации Потом У нас Появляются Террористы А потом По подозрению В терроризме Их Так сказать Там Убивали И правильно Делают Что убивают Всех Кто Являет Террористами А где Ваша Тата Придумцы Невиновности Надо Так Бороться Жестоко С терроризмом Рабочие места Надо Делать А кто Будет Требовать Чтобы Были Рабочие места Это Должны И профсоюзы Требовать И Должны И партии Требовать А все Партии Да Это Нам Не важно Нам Важно Что Будет Заваруха И Мы Придем К власти Будет Заваруха Но Это Никогда Из Бунта Из Бунта И Из Простей Протестов Ничего Никогда Протест Чисто Негативное Дело Протестовать Может Каждый А Коллективный Договор Могут Сознательные Рабочие С помощью Сознательных Интеллигентов Который Думает Недолго О своей Шкуре О делах Можете Теперь Охладываться Или Ругаться Кто-нибудь Может Еще Хочет Сказать Все Достаточно Понятно Ну Я Тогда Скажу Слушая Вас Тоже Несколько Мне кажется Таких У меня Выводов Интересных Для меня Все-таки Конечно Сейчас Вы говорили О тактике О стратегии Очень Важно Первое Это Не терять Связь Друг С другом Сейчас Очень важно Нам Как можно Больше Налаживать Друг С другом Контактов Сотрудничать Общаться Информировать Друг Друга И так Далее Вот В такие Тяжелые Времена Нам Необходимо Усиливать Усиливать Наши Реды Усиливать Наше Сообщество Это Для нас Очень важно Потому что Общаясь Вот таким Образом Фонд Рабочей Академии Организовывает Такие Мы Круглые Столы Мы Преодолеваем Вот эту Изолированность В которую Нас Сейчас Толкают И бизнес И власть То есть В общем-то Выгодно Когда люди Поодиночки Как-то Каждый Барахтается Выживает У себя Где-то В семье С родственниками Но к сожалению Это действительно Выживание Это выживание Скажем так Оно Действительно Может нас Привести Вообще К падению Как сказал Михаил Васильевич На другой Цивилизационный Уровень Это очень Серьезная Опасность И угроза Поэтому Первое Это Все Нам Каждому Из нас Необходимо Делать Чтобы поддерживать Наши Социальные Классовые Связи Это очень Важно На мой Дело И не только Собираясь Таким образом И делясь Информацией Но и Конечно Общими Коллективными Определенными Действиями Выработки Стратегии Второе Это Рабочие Места То есть Мы На мой Взгляд Рабочие Организации Профсоюзы Должны Об этом Думать Именно О рабочих Местах Сейчас Это На мой Взгляд Тоже Задача Номер Один И Третье Это Выживание Самих Организаций То есть Влияние Влияние На Вот эти Взаимоотношения Между работниками И работодателями Профсоюза Должны Иметь Серьезное Влияние Вот Говорили Про Американский Опыт Бизнес Говорили Но ведь Там и профсоюзы Такие же Мощные Там же Например Профсоюзы Добились Того Сейчас Ухудшается Но В свое время Когда был Рассвет Профсоюзной В Америке Профсоюзы Добились Что ни один Работник Не мог быть Принят Без Профсоюза На работу То есть Целые Профсоюзные Биржи Это то что Сделали Кстати Докеры Когда Вход на На предприятие Через профсоюз Представляете Какое колоссальное Влияние Рабочего Класса В лице Его Представителя В лице Его Организации Вот такое Влияние Мне кажется Это тоже Одна из Стратегических Наших целей Усиления Этого Влияния Ну и Последнее Усиление Доверия У работников Чтобы не было Так что Профсоюзы Отдельно Работники Отдельно Здесь мне кажется Даже Дискуссий Никаких Не может быть А к сожалению У нас сейчас Получается Что Эта ситуация Не очень Хорошая Мне кажется Здесь Ну и здесь Ответственность Самих работников Которые Должны Активно Интересоваться И коллективным Договором И профсоюзными Собраниями И что там Профсоюзе Происходит И так далее Чтобы влиять На профсоюз И точно так же Обратно Профсоюз Должен Собственно Говоря Действительно Быть Подконтрольным Работником Ну вот Спасибо большое Заключение Давайте мы Аклодируем Я Я Учитываю Что у нас Запись И идет Сказать Для товарищей Которые Нас Будут смотреть И слушать Что Наш Университет Рабочих Корреспондентов Свободный То есть Каждый Всегда Человек Крулящийся Может прийти Послушать Доклады Задать Вопросы Выступить Кратко И Если хочет Выиграть Но если Товарищи Даже Так сказать Не хотят Научиться Выигрывать Они естественно Будут Проигрывать Поэтому Думаю Что кто-то За работников Освободит их И решит их Проблемы Я думаю Это неправильно Потому что Освобождение Рабочего Класса Есть дело Рук Прежде всего Рабочего Класса А вот Тогда Рабочему Классу Будет Оказана Помощь Оказывается И будет Оказываться Помощь Но требуется Собственная Борьба Следующее Занятие У нас Будет Через Неделю Ровно У нас Будет Выступать Товарищ Беляев Черно-Российского Профессоюза Докеров Активное Участие В той Самой Забастовке О которой Здесь Шла Речь И он В забастовочном Комитете Был И он Председателем Церквома Был И он Эти вещи Знает Очень Хорошо И он Будет Рассказывать Формальные И неформальные Забастовки Вот Следующая Тема Кому Трудно Сделать Забастовки Которые Нужно Очень Долго И скрупулезно Оформлять Все могут Пойти По другому Пути Не объявляя Никаких Забастовок Выполняя Все нормы Какие Положенные Все законодательные Требования И инструкции Тем не менее Повести себя Так Чтобы Работатель Понял Что лучше Ему Пойти На уступки И некоторые Требования По крайней мере Рудотворить Вот Такая У нас Следующая Программа Спасибо За внимание До новых встреч Спасибо 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 Спасибо